Девушки отдыхают 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 Хорн, хорн, господи! Что за безумие? Хорн, вооружившись павлики, вновь съемок! Свинет Кринксона! Вот угрожи его, да? Вы чувствуете этот запах? Этот запах скорой и неминуемой победы. Как же он сладок! Но оставим это немного на попозже. Сейчас меня волнует один вопрос. Вопрос, на который я никак не могу найти ответ. Почему вы, люди, так любите Рони Кринсона? Почему вы так неистово его поддерживаете? Давайте разберемся. Рони Кринсон – чемпион независимой федерации рестлинга. Он является чемпионом уже девять месяцев. И за эти девять месяцев сколько раз он отстаивал свой титул? Всего три. Всего три раза. И все три раза были еще в прошлом году. Окей, давайте посмотрим на Рони Кринсона образца 2018 года. Сколько раз наш любимый чемпион выходил на матч независимой федерации рестлинга? Если не считать майскую грозу, которая была совсем недавно, то количество его матчей – ноль. Может быть, наш любимый чемпион был занят. Может быть, он выступал в других промоушенах в другой стране и защищал свой титул там. Но количество его выступлений в других промоушенах равно нулю. И этот чемпион, которого вы любите, этот чемпион, которого мы все заслуживаем, меня это не устраивает. Если вас это устраивает, то черт с вами, мне плевать. Я не хочу, чтобы этот человек представлял нашу федерацию. Я не хочу, чтобы этот человек был лицом моей федерации. 10 июня, Ронни Кримсон, нас ждет с тобой матч, в котором я тебе доходчиво объясню на деле, почему я не хочу этого. Ты сказал на майской грозе, что теперь наш конфликт стал для тебя личным. После парочки ударов палкой по твоей спине это стало для себя, наконец, личным? Окей, но если ты считаешь, что эти удары палкой и все то, что я делал с тобой на предыдущих шоу, это все жестоко по отношению к тебе, то у меня есть новость, Ронни. Наш с тобой матч 10 июня будет по правилам Last Man Standing. А это значит, что мы можем использовать столы, стулья, лестницы, твою любимую палку Кенда. И мы можем использовать все, что попадется нам под руку для того, чтобы победить. Но мы с тобой прекрасно понимаем, что чтобы победить в этом матче, мы должны разбудить своего внутреннего зверя. Мы должны разбудить своего внутреннего хладнокровного хищника. Но, Ронни Кримсон, ты же наш добрый чемпион. Ты добряк, ты не сможешь этого сделать. В то время как у меня не будет с этим проблем. В то время как я без каких-либо угрызений совести оставлю тебя лежать в центре ринга, в твоей собственной крови, в твоем собственном поту. И с одной мыслью в голове, чтобы Бог больше никогда не сводил тебя и меня на одном ринге друг против друга. Так что, Ронни Кримсон, готовься. Десятого числа мы встретимся с тобой. И напоследок я хочу дать тебе последний дружеский совет, мой бывший друг. Не стоит меня недооценивать, Ронни Кримсон. Не важно, как будет складываться наш матч. Всегда знай, что у меня в голове есть план Б. Дмитрий Орлов. Я знал, что ты не упустишь шанс высказаться. Я уже говорил, что мне не важно, по каким правилам будет матч. Я сказал это не просто так. Я смотрю, ты решил заделаться математиком и посчитать, сколько раз я выходил на ринг. Хотя сам все это время стоишь у каната и ждешь, пока твои шавки выполнят всю грязную работу. Это очень по-чемпионски. Молодец, Дима. Но, если ты думаешь, что я заржавел, не переживай. Это не так. Более того, твои последние слова и действия помогли мне кое-что осознать. Прежде всего, мальчик. И до роста еще, чтобы так себя вести. Сколько ты здесь? Три года? Я здесь 13 лет. Я многое повидал и ни о чем не жалею. Ну, кроме того, что когда-то считал тебя своим другом. Самое главное. Ты заставил меня вспомнить, как важны для меня фанаты НФР. И как для меня важен этот титул. Знаешь, Дима, 13 лет – это серьезный срок для спорта. Я многое повидал. Я видел много борцов, которые приходили после меня, а сейчас их уже нет, они ушли. А я все еще здесь. Я в курсе всех этих клишированных фраз, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, что ничто не длится вечно. Я знаю, что когда-нибудь наступит момент, когда я должен буду в последний раз бороться за титул. Наступит момент, когда я отдам этот титул судье и совершенно не факт, что я получу его обратно. Поэтому, Дмитрий, позволь задать тебе вопрос. Насколько крепкой должна быть хватка, если что-то, что тебе дорого, может уплыть из рук? А какие жертвы ты готов пойти ради этого? Я отвечу тебе на этот вопрос. Я отвечу на него 10 июня, на финальной черте. Потому что, когда я отдам судье этот титул, когда моя спина будет приперта к стенке, и когда все, что нужно будет делать – это оставаться на ногах, ты увидишь перед собой лицо неусталого ветерана. Ты увидишь перед собой лицо злобного и голодного сукиного сына. И когда ты увидишь его, я хочу, чтобы ты еще раз спросил себя, на что этот человек готов пойти ради победы. Мне кажется, ты и сам где-то догадываешься в душе. Но если нет, я тебе скажу. Я готов на все. Поэтому продолжай наслаждаться сладким воздухом победы. Продолжай вдыхать его. Только осторожней. Ты знаешь, нос может забиться. Увидимся. Субтитры делал. Субтитры делал. Дмитрий Орлов! Последний стоящий на ногах и Дмитрий Орлов выходит в сопровождении генерального менеджера Лео. На кону стоит не только дружба, преданная Дмитрием Орловым на Кубке Президента, но и чемпионство НФР в тяжелом весе. На кону стоит все и посмотрим, что же из этого получится. Дмитрий Орлов! Дмитрий Орлов! Дмитрий Орлов! Дмитрий Орлов! Не будь дураком, сразу же отходит подальше, позволяя немного остынуть чемпионы НФР в тяжелом весе, а судья ждет, когда оба рестлера поднимутся, чтобы этот поединок начался. Это, дорогие друзья, независимая федерация рестлинга. Это главное событие чемпионата, финальная черта. Дмитрий Орлов! Дмитрий Орлов! Дмитрий Орлов! Дмитрий Орлов! Дмитрий Орлов! через третий канат. Разгоняется чемпион НФР. Ой-ой-ой. И отлично Сентон. Роллинг Сентон через третий канат проводит сейчас Ронни Клинсон. Ронни Клинсон! Да, и добавляет еще локтем в голову своему оппоненту. И здесь он ментально переместился из четырехугольника за пределы ринга. Да, и посмотрите, что делает Дмитрий Орлов. Бросает он сейчас одной из фанаток Независимой Федерации Рестлинга, Варлова. Дмитрий Орлов не гнушается использовать любые методы, любые способы, чтобы добиться своей цели. И сейчас инициатива перешла в его сторону. И что же, берет он клавиатуру. Берет он клавиатуру и промахивается сейчас Дмитрий Орлов. Да, тем временем клавиатуру берет Клинсон и бьет этой же самой клавиатурой по голове Дмитрия Орлова. И второй удар по голове. Ну что же, первый отчет пошел. После двух ударов клавиатуры по голове Дмитрий Орлов может не встать на ноги и это будет обозначать успешную титульную защиту для Рони Кримсона. Но все-таки претенденту удается акклематься и заползает он в четырехугольник. Держится за голову Дмитрий Орлов. А Рони Кримсон продолжает атаковать сейчас самого бывшего командного партнера. Но вот уже Орлов разгоняет, натыкается на шолдерблок и сбрасывает сейчас Дмитрий Орлов в Рони Кримсона и ударяется затылком в Рони. Атаки с ноги, с колена добавляет сейчас еще Дмитрий Орлов. Да, и очередные атаки локтем в голову. Лидер группировки другие безжалости на томик дроп в исполнении Орлова. И Биг Бут на противоходе, пока его оппонент стоял в центре ринга. Да, дорогие друзья, мы могли ожидать чего угодно, но то, что уровень жесткости и жестокости будет запредельно с первых же секунд, такого явно никто не ожидал. И посмотрите, в руках Дмитрия Орлова появляется Кенда Палка. Один из самых болезненных снарядов, потому что посмотрите, сколько есть фотографий рестлеров и НФРов, когда после этих ударов кровоподтеки не заживают месяцами. И на противоходе сейчас Рони Кримсон ловит своего оппонента. И Палка оказывается уже в руках чемпиона. Пытается атаковать, промахивается, вновь промахивается. Дмитрий Орлов успешно избегает. И посмотрите, какой подлый удар по глазам сейчас делает Дмитрий Орлов, воспользовавшись тем, что замялся буквально на доли секунды Рони Кримсон. Находится, да, судья делает отчет. И посмотрите, на противоходе стулом встречает Рони Кримсон своего оппонента. Просто невероятно. Очередной отчет от судьи. Да, тем временем Рони Кримсон получает рассечение, появляется первая кровь. Но это финальная черта, дорогие друзья. здесь не могло быть по-другому. И запускает... Нет, нет, попытка запустить стойку ринга Орлова. Получается неудачно реверсирует Дмитрий. И здесь уже реверс от Рони Кримсона. Еще реверс. И все-таки впечатывается чемпион в эту злосчастную стойку ринга. Пошел очередной отчет, потому что Ярославский Самородок сейчас лежит на полу. А тем временем Дмитрий Орлов достает толстенный канат, которым, по всей видимости, да, он начинает душить Рони Кримсона и... О боже, он даже слезал кровь своего оппонента. Это что-то из индейских культов, которые купались в крови своих поверженных врагов. Посмотрите, что происходит, что творится. двойной узел завязывает на шее Рони Кримсона сейчас Митя Орлов и вновь печатывает его в ринг. Да, дорогие друзья, это что-то с чем-то еще одна атака в ринг. Сейчас ожесточенная схватка двух бывших друзей. И посмотрите сейчас, Дмитрий Орлов вместе с этим канатом возвращается в ринг, где уже находится Рони Кримсон, который вместе стекает кровью. Да, и что, очередная атака. Посмотрите, зажимает он сейчас рот Рони Кримсона, вытягивая из него все жилы и очередной отсчет делает сейчас судья, потому что Рони Кримсон не стоит в ринге. Да, и вновь злополучным канатом сейчас пользует очередной двойной захват и оттягивает сейчас Митя Орлов пытаясь просто все дыхание выбить из своего оппонента. Уровень жестокости в этом матче зашкаливает, дорогие друзья, это просто невероятно. Отчет ведет сейчас судья. А Дмитрий Орлов счастливо позирует в углу ринга. Да, и посмотрите сейчас, что происходит. Сейчас вытирает сейчас Рони Кримсон свое лицо в футболке и дает пощечину Дмитрия Орлова. Еле стоит на ногах Ярославский Самородок, но он продолжает сопротивляться злу, чьим воплощением сейчас является Дмитрий Орлов, дорогие друзья. И что же у нас дальше будет происходить? Посмотрите, берет стол Дмитрий Орлов, промахивается он и атакует сейчас Рони Кримсон. Еще одна атака Рони Кримсона Да, разгоняется и отличный суприк стойку ринга в исполнении Дмитрия Орлова. Судья начинает очередной отчет. Да, дорогие друзья, это финальная черта. По-другому здесь быть и не могло. Здесь дерутся до последней капли крови, тем более, что на кону стоит чемпион СНФР в тяжелом весе. И посмотрите Энзу Гири в исполнении Дмитрия Орлова. Находит он в себе силы контратаковать. Берет захват сейчас Рони Кримсона. Если перемещается на Апрон ринга, Кримсон падает вниз. Блокирует он удар с ноги и уже лицом впечатывается в Апрон ринга Дмитрий Орлов, дорогие друзья. Несмотря на то, что чемпион НФР истекает кровью, в нем еще есть силы, чтобы сопротивляться, чтобы доказывать, что именно добро должно побеждать. Пытается он залезть в третий канат. Залезает третий канат Рони Кримсон падает и впечатывается двумя ногами в своего оппонента. Да, пошел очередной отсчет, дорогие друзья, после угонившего дроппика в лицо Дмитрия Орлова. Достает очередные стулья сейчас чемпион НФР в тяжелом весях. Да, и готовит он снаряды для атаки. Дмитрий Орлов из последних сил заползает в ринг и судья прекращает этот отсчет. тем временем Рони Кримсон сейчас пытается провести атаку на стул, который заготовился ранее, но Дмитрий Орлов успешно реверсирует и делает пэкетч. Бомбу делает сейчас Дмитрий Орлов, которая получается на стул. Судья делает очередной отсчет. Да, но Дмитрий Орлов не желает ждать, пока Рони Кримсон сам станет, кладет ему стул на грудь и претендент залезает на третий канат. Тем временем Рони Кримсон сбрасывает Дмитрия Орлова, поднимаясь в последний момент и избегает чудовищной атаке на свое тело. Поднимается сейчас Рони Кримсон, Дмитрий Орлов встает на третий канат и что будет? И суплекс с третьего каната в исполнении Рони Кримсона. Поднимает он своего оппонента и бомба на стул в исполнении Ярославского самородка. Отсчет, бесконечный отчет и у судьи. оба рестлера сейчас не на ногах и судья сейчас отчитывает кто же из них станет первым. Тот и возможно и станет чемпионом независимой федерации рестлинга. опасный опасный отчет отчет уже отчет отчет и оба Участника матча на ногах и бой продолжается. Берет сейчас Витя Орлов своего оппонента и проводит Blue Thunder Bomb Ронни Кримсону. Да, но посмотрите, сам Орлов еле стоит на ногах, но Ронни Кримсон пока что не встает. Звучит 8 и посмотрите, Дмитрий Орлов не стал ждать, пока будет отсчет. Решил он до конца уничтожить своего бывшего напарника. Фиксирует он его голову в стуле, берет палку Кенда в руки. Да, и промахивается Дмитрий Орлов после своеобразной казни и проводит пэкидж-бомбу сейчас Ронни Кримсон в стул. И этот удар принимает на себя поясница Дмитрия Орлова, которая должна быть просто раздроблена на мелкие кусочки после этого. Оба рестлера вновь лежат и нету сил ни у кого уже подняться. Да, посмотрите, палка Кенда лежит в центре ринга, оба рестлера тянутся к ней. Посмотрите, это самая палка Кенда, видимо, является сейчас палочкой-выручалочкой для обоих рестлеров. Ироник Римсон бьет в живот сейчас у бывшего друга этой самой палкой. И посмотрите, просит о пощаде, молит о пощаде Дмитрия Орлов, своего друга. Просит он помиловать, помилование и пощады просит у чемпиона НФР. И в замешательстве сейчас находится Ронни Климсон. Не знает он, что ему делать и как поступить. Но видит он кровь у себя. И что, посмотрите, что делает сейчас Ронни Климсон. Он так же встает на одно колено. Неужели он прощает своего бывшего напарника? Да нет! И начинает избивать Дмитрия Орлова палкой Кенда. Дорогие друзья, ничего не забыл Ярославский Самородок. Попытка выйти на кремацию, но нет. Реверсирует и катер в исполнении Дмитрия Орлова. Спасибо! Оба рестлера сейчас на полу. Судья дает безжалостный отчет. И что, Дмитрий Орлов первым встает на ноги. И посмотрим, удастся ли это сделать Ронни Климсону. Да, Ронни Климсон встает на ноги. И Диди Ти в исполнении. Дмитрия Орлова. Глориус Диди Ти проводит сейчас претендент на титул. Ну что же, неужели это конец сегодняшнего поединка? Ронни Климсон лежит из дыханно в центре ринга. Не в силах подняться. Да, но посмотрите. Все-таки встает Ронни Климсон. Встает на ноги. Да, но Дмитрию Орлову не нравится такой исход матча. Продолжает он идти и идет куда-то в зрительный зал. Смотрим, что же будет дальше. Потому что Дмитрий Орлов берет лестницу. Да, дорогие друзья. В этой финальной черте не будет никаких помилостей. Не будет никакого сожаления. Не будет никакой доброты. На кону стоит чемпионский титул. И Дмитрий Орлов достает стальную лестницу, которую фиксирует в одном из углов ринга. Ронни Климсон держится руками за канаты. Не в силах вам подняться самостоятельно. И что, неужели это финальная точка в сегодняшнем противостоянии? Плюет Ронни Климсон в лицо своему бывшему другу, не желая слушать все, что он говорит. Прямой атаки. В ношу пожарника берет Дмитрий Орлов. Отбивается Ронни Климсон. Удар с локтя, с воздуха сейчас проводит Ронни Климсон. И что? И суплекс в лестницу проводит сейчас Ронни Климсон своему оппоненту. Берет стул в руки. Берет стул в руки, но ждет-ждет чего-то Ронни Климсон. И Роллинг Сентон в исполнении чемпиона НФР. Напомню, что в это время Дмитрий Орлов лежал в лестнице, и поэтому двойной удар приняло его тело. Собирает все стулья, которые сегодня были в матче. Ронни Климсон поднимает бездыханное тело Дмитрия Орлова. И, по всей видимости, решил он завершить уже сегодняшний поединок, проведя отличную кремацию на стулья. Главный вопрос, друзья, кто станет первым после этого неумолимого отсчета рефери. Шесть, дорогие друзья. Ронни Климсон пытается, пытается за канаты берется. Да, и что? И Ронни Климсон на ногах, а Дмитрий Орлов не смог встать. Это победа, дорогие друзья. Ронни Климсон поддерживает победу. Невероятно, дорогие друзья. Но Ронни Климсон смог отстоять свой титул в чудовищном и жестоком матче по правилам. Последний на ногах победил Дмитрия Орлова. Своего бывшего друга по команде Доброман. Да, и посмотрите. Показывает Климсон, что никогда Дмитрию Орлову не дотянуться до этого пояса. Чемпион сделал свое дело. Отстоял свой титул в отличном, превосходном, хардкорном матче. И пусть он потерял много крови, но он победил. Ронни Климсон, неужели ты думаешь, что все так окончено? Я же говорил, у меня всегда есть план Д. Ронни Климсон, как генеральный менеджер, не могу не обратить внимание на тот факт, что Дмитрий Орлов является победителем турнира клубов президента. И он, наверное, право драться за титул. И этот бой будет прямо сейчас. Невероятно, дорогие друзья. Невероятно, дорогие друзья. Генеральный менеджер Лео назначает бой без дисквалификации. Без ограничений, чемпионский, потому что Дмитрий Орлов является победителем Кубка президента. И уже другие участники, группировки другие. Ярослав Державин, Александр нападают на Ронни Климсона. Избивает его и вкатывают в четырехугольник. И отличный суперкик от Дмитрия Орлова. Удержание. Раз, два. И вырывается Ронни Климсон. Это просто действие. Удержание. Раз, два. И вырывается вновь Ронни Климсон, дорогие друзья. Что творится сейчас в ринге Независимой Федерации Рестлинга. Группировка другие. Посмотрите, атакуют они судью. Дмитрий Орлов атакует судью. Матч без дисквалификации. Напоминаю вам. Александр Ярослав Державин и Орлов уничтожают судью. Выкатывают. И новый судья сейчас входит в матч. Тем временем Ронни Климсон стоит на ноги. Попытка катера реверсирует. И ответная атака с локтя в исполнении чемпиона. Удержание. Раз, два. Дорогие друзья, что происходит? Что происходит, дорогие друзья? И посмотрите. И судья бьет сейчас между ног чемпиона НФР. И катера Дмитрия Орлова. Удержание. Раз, два, три. Дмитрий Орлов. Новый чемпион Независимой Федерации Рестлинга. Невероятно, дорогие друзья. Группировка другие смогла на всех уровнях провести свою манипуляцию. И Дмитрий Орлов становится новым главным чемпионом Независимой Федерации Рестлинга. Власть в компании поменялась полностью. И здесь все празднуют. А Дмитрий Орлов впервые в своей карьере становится чемпионом НФР в тяжелом весе. Невероятная развязка. Да, группировка другие позирует в победе. Да, и в том числе и судья этого матча. Все они причастны к этой общей победе. Генеральный менеджер Лео Александр Ярослав Держаевн, судья матча и новый чемпион Независимой Федерации Рестлинга Дмитрий Орлов. Эта многоходовочка увенчалась грандиозным успехом. Ронни Кримсон лежит в сенте ринга полностью бездыханный. Не может он ответить ни на что. Да, дорогие друзья, сейчас мы стали свидетелями невероятной развязки, которая гласит собой о начале новой эры в Независимой Федерации Рестлинга. Спасибо большое за внимание. Для вас работал на микрофоне Валентин Мурко. Увидимся на следующих чемпионатах Независимой Федерации Рестлинга. Любите наш рестлинг. Он самый крутой рестлинг на свете. Любите наш рестлинг на свете. Любите наш рестлинг на свете. Субтитры сделал DimaTorzok